Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Я думаю, вы знаете о том, что этот сезон у Новосибирской филармонии особенный. Он идет под знаком празднования столетия со дня рождения выдающегося человека, масштаб личности которого переоценить невозможно, маэстро Арнольда Михайловича Каца, дирижера, чье имя в стенах Новосибирской филармонии произносят с особым трепетом. Сегодня мы вспоминаем Арнольда Михайловича не только как руководителя и создателя нескольких коллективов, но и как человека, которому артисты не устают говорить «Спасибо, маэстро!». Арнольду Михайловичу удалось воплотить в жизнь то, к чему стремится любая творческая личность. И в первую очередь это создание коллективов, которые сегодня являются лицом Новосибирской и нашей области на концертной карте России. Конечно, это Новосибирский академический симфонический оркестр, и, разумеется, это также детище Арнольда Михайловича концертный духовой оркестр. Поэтому сегодня артисты коллектива с теплотой и благодарностью вспоминают годы совместного творчества с Арнольдом Михайловичем и посвящают свое выступление маэстро Кацу. Мы открываем программу сегодняшнего вечера «Музыка Исаака Тунаевского». Увертюра кинофильму «Дети капитана Гранта». На сцене концертный духовой оркестр Новосибирской государственной филармонии. Дирижер Игорь Шаталов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Возможно, творческая жизнь Катса-дирижера была бы совсем иной, если бы судьба не преподнесла ему подарок в виде педагогической деятельности. Дело в том, что симфонический оркестр был создан всего лишь на 8 месяцев раньше, чем открылась Новосибирская государственная консерватория. И, конечно, становление консерватории — это период собирания специалистов со всего Советского Союза. В первую очередь обратились к Арнольду Михайловичу, который имел два образования, о них я скажу чуть позже, и сначала он стал преподавать на кафедре камерного ансамбля. Но потом его влекло к своему основному детищу дирижированию, и, естественно, он стал преподавать на кафедре оперно-симфонического дирижирования. И среди его звездных выпускников мы называем Марка Абрамова, человека, которого мы также очень любим, и, к сожалению, Марк Евгеньевич не так давно ушел от нас, но мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем годы работы с Марком Абрамовым, который стал бессменным руководителем с подачи Арнольда Катса концертного духового оркестра. Но вот теперь представьте, какая сложная задача перед дирижером и стояла. Перед тобой новый коллектив, махина, чистый лист. Необходимо было формировать репертуар, надо было делать концертную и гастрольную деятельность, нужно было завоевывать слушательскую любовь. И все это произошло в кратчайшие сроки, поэтому неудивительно, что репертуар духового оркестра обширен. Разные стили, жанры, направления, эпохи. Но есть те сочинения, которые наши постоянные слушатели просят исполнить чаще остальных. Вот сейчас одно из таких произведений прозвучит в нашей программе. Иоганн Штраус «Вальс на прекрасном голубом Дунае». Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Конечно, с каждым годом репертуар оркестра обогащался, и уже помимо инструментальных сочинений стали звучать сочинения вокальные. Сначала Арнольд Михайлович, потом Марк Евгеньевич, сейчас Игорь Анатольевич выбирали прекрасных вокалистов. Все мы помним яркие программы с народными артистами России. Татьяны Зориной, Ивана Ромашко, Татьяны Ворожцовой. Конечно, время не стоит на месте, список этих звездных имен пополняется. И сейчас на эту сцену выйдет артист, который уже неоднократно выступал с духовым оркестром. Я думаю, сегодня в зале присутствует очень много его поклонников. Встречайте, Владимир Коварский. Аплодисменты. Сын был парной, как зато приятно пожелал. Благодарь. 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 КОНЕЦ 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 Владимир Иванович Владимир Иванович Давайте еще раз ненадолго вернемся к истокам, с чего же все начиналось. Дело в том, что Арнольд Михайлович Кац имел уникальное образование. В годы войны он окончил факультет военных дирижеров в Московской консерватории, а после ее окончания стал выпускником Ленинградской консерватории по классу скрипки и, конечно, по классу дирижирования. Поэтому о специфике духового оркестра, о том, какой должен быть репертуар, конечно, он знал абсолютно все. Поэтому сначала в репертуар оркестра вошла музыка легкая, парковая. Разумеется, вошли военные марши, но, естественно, он никогда не обходил стороной сочинения отечественных классиков. И вот сейчас, в завершении первого отделения концерта, прозвучит музыка, с которой начиналась история духового оркестра. «Глеер. Увертюра на славянские народные темы». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Игорь Шакалов. Уважаемые слушатели, закончилась первая телевидение концерта «Антрах». Игорь Шакалов. 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 Ветерий Победы Играет музыка 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 Играет музыка